Это Медуза. И прежде чем мы будем разбирать понятия этого эпизода, небольшое объявление. В издательстве Медузы вышла самая полная история ЧВК «Вагнер». Это книга, которую написали журналист BBC Илья Барабанов и журналист «Центр досье» Денис Коротков. Книга называется «Наш бизнес смерти». Создатель ЧВК Евгений Пригожин, уголовник и повар Путина, владелец фабрики троллей и лидер марша справедливости. Все это со свидетельствами и документами в книге, подготовленной Медузой при участии фонда Straightforward Foundation, который содействует созданию неподцензурного нонфикшена о России. Помните, что покупая книги издательства Медузы, вы помогаете платить гонорары авторам и поддерживаете издательский проект, который создан для того, чтобы неподцензурная литература даже сейчас была доступна читателям в России. Ссылку, по которой можно заказать книгу «Наш бизнес смерть» ищите в описании к этому эпизоду. За последний год в России сильно ужесточили репрессивные законодательства. Теперь любые разговоры о гомосексуальности и трансгендерности в положительном ключе чреваты крупными штрафами. На очереди запрет пропаганды child-free. Сегодняшний сигнал о людях, которые осознанно отказываются заводить детей. Перешлите этот сигнал всем, кому он может показаться интересным. И загляните на наш сайт. Там можно прочитать избранные выпуски и подписаться на рассылку и подкаст. В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды child-free среди несовершеннолетних. Депутаты обеспокоены, что сознательная бездетность ведет к деградации общественных институтов, вымывание традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения. Объявить child-free вне закона хотят не только в России. В своем послании к парламенту Беларуси Александр Лукашенко призывал запретить пропаганду бездетности и защитить традиционные семейные ценности. Кого называют child-free? Это очень широкий зонтичный термин, используемый для описания людей, которые по самым разным причинам решают не иметь детей. По-английски child-free дословно «свободные от детей». Оговоримся сразу, child-free – это не политическое движение, не направление феминизма или какой-то другой прогрессистской идеологии, не часть сообщества ЛГБТК+. Осмысленный отказ от рождения детей часто вызывает непонимание и отторжение со стороны окружающих, в том числе самых близких, даже если дело происходит в прогрессивном обществе. О child-free людях нередко говорят как об агоистичных и незрелых, что они думают только о себе. Им пророчат несчастную одинокую старость, когда некому будет подать стакан воды. Такое социальное осуждение приводит к тому, что child-free люди формируют собственное сообщество, чаще всего онлайн, где обмениваются опытом и поддерживают друг друга. Это вообще свойственно людям, чьи решения большинство воспринимает как маргинальные. Такие онлайн-комьюнити широко распространены, например, среди суррогатных матерей. Child-free как явление не ограничивается одним только добровольным решением жить бездетно. Для некоторых это своеобразный образ жизни и важная часть идентичности. Но говорить о child-free как о какой-то единой идеологии не приходится. Child-free люди часто расходятся в политических и религиозных взглядах, много спорят между собой, например, про аборты. Мотивация не заводить детей тоже может быть самой разнообразной. Социологи считают, что некоторые люди уже в возрасте пяти лет осознают, что не хотят заводить детей, когда вырастут. Другие же принимают такое решение постепенно, только во взрослом возрасте. Child-free становятся и люди из полных семей, и дети разведенных родителей, и те, у кого есть братья и сестры, и единственные дети в семье, и те, кто воспринимает собственное детство как несчастные, и те, у кого оно было счастливое. Кому-то просто не нравятся дети, а кто-то с удовольствием участвует в воспитании детей, своих друзей и близких. Тут нет каких-то однозначных закономерностей, в том числе и психологических. Но есть несколько этических соображений, которые встречаются чаще всего. Во-первых, многие child-free стремятся к автономии. Они выражают протест против навязывания определенных семейных норм. Во-вторых, части child-free кажется, что современное общество по разным причинам не подходит для рождения и воспитания детей. Как минимум, это очень дорого. В-третьих, некоторые child-free придерживаются антинатоналистской жизненной философии, то есть такой картины мира, где заводить детей кажется попросту не самым этичным поступком. Скажем, некоторые child-free люди не хотят приводить детей в мир, который переживает климатический кризис, в котором так велико неравенство и полно других тягот и опасностей. Если человек не хочет иметь детей, то кому какое дело? Чаще всего с общественным осуждением из-за добровольной бездетности сталкиваются женщины. Убеждение, что они обязаны стать матерями, очень распространено и проявляет себя давлением со стороны семьи, родственников, коллег, государства и популярной культуры. Стигматизация бездетных женщин свойственна не только консервативным обществам, ориентированным на традиционные ценности, каковы, например, России или Польши. Такая же ситуация сплошь и рядом встречается и в более прогрессивных Швеции, Германии и США. Материнство как таковое до сих пор воспринимается многими как естественное предназначение женщины, единственный способ стать настоящей и полноценной. Осознанный отказ женщины от рождения детей намного сильнее политизируется, чем аналогичное решение мужчины. Чайлдфри люди своим образом жизни как бы переворачивают расхожее представление о семье, как о союзе мужчины и женщины с целью репродукции. И нравится это далеко не всем. При этом у чайлдфри и родителей вообще гораздо больше общего, чем кажется обеим сторонам. И те, и другие стремятся к тому, чтобы детей заводили и воспитывали лишь те, кто по-настоящему этого хочет. Почему государство видит в чайлдфри угрозу? Дело в том, что сама модель современных государств основана на представлении, что большая часть их граждан обязательно заведут и будут воспитывать детей. Дети вырастут, станут работать, начнут платить налоги, участвовать в общественной, а может и политической жизни страны, поддерживать национальную культуру. А потом обязательно заведут собственных детей. И так до бесконечности. Картину мира, которая поддерживает такую модель, еще называют пронаталистской. Пронатализм – это такая своеобразная система политических ценностей, или, если угодно, идеология, которая в рамках национального государства самыми разными способами поощряет репродукцию граждан. Она бывает характерна для самых разных политических режимов. Предоставление льготных кредитов молодым семьям, расширенный декретный отпуск, открытие новых детских садов, а также налоги на бездетность или запрет абортов – все это проявления пронатализма, которые встречаются и в демократиях, и в автократиях. Государство заинтересовано в воспроизводстве определенной идентичности, которая это самое государство укрепляет. Вспомните картинки идеальных семей из социальной рекламы. Да чего уж там, коммерческой тоже. Вот такие семьи хочет видеть государство. А теперь подумайте, много ли таких семей вы знаете лично? Исследователи отмечают, что когда политики говорят о демографическом кризисе, они чаще всего имеют в виду, что традиционные семьи не рождают достаточно детей, которые сохранили бы культурную и национальную структуру страны. Нетрадиционные семьи, будь то гомосексуальные пары или многодетные семьи иммигрантов, не вписываются в такую картину мира. Не случайно адресаты программ поддержки рождаемости в большинстве стран мира – это прежде всего союз мужчины и женщины, воспринимаемый как базовая ячейка общества в национальном государстве. Пронатализм нередко оказывается особым направлением государственной политики, которая не всегда гармонирует с другими направлениями. Скажем, снижение рождаемости очень часто коррелирует с экономическими кризисами и отсутствием у населения уверенности в завтрашнем дне. То есть для решения демографической проблемы надо прежде всего решать проблему экономическую. Но пронатализмское государство берется стимулировать деторождение, как будто это некий совершенно отдельный вопрос. Введенный в 2007 году Владимиром Путином материнский капитал так и не решил тех проблем, из-за которых в России так сложно иметь детей. Дискриминацию матерей на работе, отсутствие доступных и качественных детских садов, низкое пособие по уходу за ребенком и так далее. Автократы охотно раздувают моральные паники перед лицом некой вымышленной угрозы стабильности. Рассуждение о демографической яме, вымирающей и или вырождающейся нации – это такой классический пример консервативной мобилизации. Виновными, в зависимости от контекста, назначаются гей-пропаганда, гендерная идеология, феминизм или те же «чайлдфри», причем все они объявляются внешними враждебными силами, влияние которых необходимо ограничить. Автократы по всему миру объединяют все эти очень разные группы в единую угрозу государственному суверенитету и нации. Когда Путин и российские пропагандисты пугают жителей страны идеологии «чайлдфри», они играют на нескольких триггерах. Во-первых, на глубоко укорененном на постсоветском пространстве представлении о материнстве как женском призвании. Во-вторых, на моральной панике вокруг гей-пропаганды, смены пола и прочих чуждых ценностей. В-третьих, на страхе перед демографическим кризисом и вымиранием России. Но в сущности, негетеросексуальных людей, феминисток и «чайлдфри» объединяет лишь требования автономной личной жизни и право распоряжаться своим телом без оглядки на государство и общественное мнение. Одного только этого уже достаточно для Кремля, чтобы объединить этих людей в единый фронт вымышленной угрозы. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Материнского инстинкта не существует. Современные ученые полагают, что у родителей новорожденного ребенка развивается так называемый «родительский мозг» – период гиперфиксации и максимального внимания к нуждам младенца. Это происходит вне зависимости от гендера родителя и даже биологической связи с ребенком. Родительский мозг связан не с инстинктами, а скорее с комбинацией гормональных изменений и адаптацией организма к постоянному напряжению из-за заботы о ребенке. Исследования показывают, что представление о материнском инстинкте родом из религиозных идей о женщинах, бескорыстно и полностью преданных материнству. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – силы. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигналсобакамедуза.io